Любая исследовательская или конструкторская работа должна начинаться с изучения опыта, накопленного человечеством. Иначе можно вторично изобрести велосипед. В хранилищах этой сокровищницы находятся описания миллионов отечественных и зарубежных изобретений. Здесь есть почти все. Легче перечислить, чего нет. Нет великих изобретений далекого прошлого. Нет и перпетум мобили. Эти машины могут работать только на экране. Их авторы полагали, что необходимую энергию для движения можно получать из ничего. К сожалению, еще и сегодня есть изобретатели вечных двигателей. А результат всегда один. Нет в библиотеке противозаконных изобретений. Такие разработки регистрируются только в милиции. Что же называется изобретением? Вот пример. Сколько детских слез вызывали такие лужицы, пока один повзрослевший ученик не объявил им войну. Это было совсем нелегко. Требовалось найти простое, а значит и остроумное решение. Так родилась непроливайка. Выдержав строгие испытания, хитроумная чернильница стала изобретением. Ее описание попало в патентную библиотеку. В многочисленных кассетах центрального хранилища собрано почти все, что создано беспокойными умами. Сегодня в нашей стране уже действуют сотни отраслевых и десятки территориальных патентных фондов. Субтитры создавал DimaTorzok